друзья привет с вами Жека блогер тот самый блогер Жека привет всем новогодний привет сегодня у нас 5 января уже на дворе сколько у нас пять часов дня на весь снегу двери лифта закрылись друзья я снимаю в лифте не буду вам тайну открывать на каком этаже я живу а может уже нажал и не увидел и сдал себя вот дом мой вы все видели видите даже губы замерзли на улице холод неимоверный видите все замело также и мой воротник шапка вроде бы я в капюшоне был шапка не в снегу сегодня наверное буду я снимать для вас интересные видеоролики я нашел с вами канала а канал для тех кто впервые смотрит это видео называется Жека да друзья наш с вами канал Жека привет друзья привет друзья с вами канал Жека как вы уже догадались по моей небритой роже ну и я немножко сменить решил антураж и поскольку сегодня будут у нас страшные истории то я решил вот так вот в темноте зажженной свечью поделиться с вами своими воспоминаниями хочу сразу предупредить особых впечатлительных людей или детей убрать подальше от экранов если психика слабая и люди если вы тоже со слабой психикой прошу вас отойти от экранов подальше или вообще там включить какого-нибудь другого блогера или какие-нибудь мои другие ролики и посмотреть их обязательно посмотреть пусть другие но нет а если вы все воспринимаете нормально обычно не такие суеверные такие впечатлительные то можете продолжить просмотр не переключаясь но если только вы нажмете лайк и в конце этого видеоролика оставите какой-нибудь интересный комментарий ну что друзья давайте начнем со страшилки которая со мной произошла 30 лет назад даже больше 35 лет назад мне 39 лет на данный момент сейчас 5 января 2022 года все еще новогодние праздники идут а я вот пока дома решил для кашу для вас друзья поснимать что-нибудь интересненькое да и вообще много чего я вам говорил есть мне рассказать вами поделиться но я все никак не как сказать никак не мог собраться наверное духом силами в первую очередь наверное потом уже духом а может наоборот и включить нажать кнопку play на телефоне да и записать для вас какой-нибудь интересный видосик на эту тему мне было проще как-то снимать влоги где гуляю там что-то на улице происходит в принципе таких роликов еще много будет на моем канале на нашем с вами друзья на нашем с вами прошу меня простить канале вот на данный момент да я все таки собрался силами и духом вот видимо и другим каким-то неведомым силам и духом это нужно да чтоб я с вами поделился может быть у кого-то какие-то похожие мистические истории были в жизни давайте он отошел немного темы это было случилось вернее где-то 35 а может быть 37 лет назад мне на тот момент насколько я помню было ну года четыре может быть года три я жил в зеленограде это москва считается ну по идее от московской область я считаю московской областью поскольку это 40 минут езды от самой москвы от речного вокзала от метро речной вокзал город зеленоград но он почему-то считается москвой хотя химки намного ближе и там другие города и станции да но и зеленоград он считается москвой вот друзья не знаю решил поймать антураж такой страшненький хорооор не знаю получается у меня или нет но вот это вот как сказать вот это тут весь атмосферу вот подобрал я слово друзья для вас атмосферу вот эту вам передать со свечой которая надеюсь не упадет на мою одежду не сделает вам не дырку вот было и совсем маленькие друзья вот и в обед всегда днем да я спал с бабушкой меня бабушка брала бабушки была своя квартира у моей родной бабушки кому интересно и бабушка маша шама ее еще называли я не знаю почему бабушка всегда меня в обед укладывала спать и ложилась вместе со мной у нас вернее у бабушки была однокомнатная квартира вот где она раньше с дедушкой жила но дедушка стал бухать пить и и куда-то исчез видимо ушел к своей там другой какой-то женщине и иногда так периодически появлялся квартире чтобы поругаться накричать на бабушку там руку поднять я даже заступался не бывало кидался на деда там я маленький совсем было я помню что у меня даже водяной пистолет был я прям водой его облил не трогай мою бабульку дед конечно меня не ударил но хотел но как-то видимо все-таки хоть он и пьяный был но в нем что-то человеческое наверное проснулась и он не стал обижать маленького ребенка мне там на тот момент был где-то или три или два года не могу вам точно сказать что то у меня получается так бог не как какая-то там страшилка на как бог больше короче бабушка меня укладывала всегда в обед собой на кровать мы с ней спали это где-то ну наверное 12 дня может до часу дня до 14 00 может до 13 из 12 короче на меня покормит и укладывала поскольку я не засыпал я был такой ребенок очень резвый хотя покладистый не капризный но все равно я любил бегать прыгать вот бабушка всегда со мной ложилась но режим с бабушкой в кровати я к ней спиной я почему-то с краю как-то оказался хотя я обычно всегда у стенки спал и она меня здесь на обнимает как любая бабулька внука любя так теплее в обнимку да вот когда тебя кто-то обнимает или для кого-то всегда теплее и я вот просыпаюсь хочу пописать смотрю бабушка еще спит на мне и рука убираю бабушкину руку так аккуратненько стою с кровати чтобы не разбудить да и бегу в туалет сходил я в туалет потом не захотелось попить я пошел на кухню налил себе стакан воды не помню или я из под крана попил вот это было очень друзья давно поэтому я думаю не обессудьте да что я так вот что-то какими-то отрывками может быть помню вот помню я очень хорошо одну вещь до которая со мной произошла на этой кухне опять же все люди которые впечатлительные да и слабой психикой прошу отойти подальше от экранов вот или вообще переключиться мои другие ролики или на другого пункта еще блогеры какую-нибудь передачу посмотреть может дальше будет жесть друзья я это отчетливо помню я до сих пор иногда рассказываю об этом людям люди мне почему-то неохотно верят вообще не верят смеются это тебе приснилось друзья вот такое то что было со мной произошло да я думаю может конечно приснится но я бы не помнил это всю жизнь наверное забыл так как страшный сон и продолжу продолжил дожить дальше вот но как мог так сказать то помню до сих пор и это то что со мной произошло и дальнейшем меня иногда беспокоило но уже в более позднем возрасте об этом друзья расскажу вам опять же если вы захотите продолжение истории то я прошу вас не только такие вот лайки новогодние до жирные ставить а также комментарии пишите в комментариях что вы например хотели бы услышать продолжение этой истории до этой страшилки стулья до друзья вот тогда я для вас обязательно сниму продолжение вот давайте продолжим вот я попил воды разворачиваюсь хочу уже идти опять ложиться к бабушке смотрю моя бабулька стоит на кухне но какой-то вид у нее друзья я я ее я и говорю бабуль но все пойдем спать вот а у человека понимаете ну как лицо как вам сказать а вот если вам когда-нибудь зубик дергали там да у стоматолога были под анестезией то есть ноль эмоций до человека просто замершее лицо вот пусть заметил бабулька какой-то странной одежде было во всем сером то есть как-то я вот одежде особо значения не придал данного лицо вот это и и до сих пор я помню лицо вот реально застывшие то есть глаза стеклянные она молчит губы не шевелятся то есть но как вот на паузу нажать до какой видосик участка со мной можете на паузу так раз нажать да и я вот замру вот такой на лицо только она была друзья совсем не не добрая не никакого родной бабушки да я но у детей очень если вы кстати друзья не знали у детей очень тонкая интуиция да и вот этого чувства как же это правильно сказать но поправьте меня в комментариях если я где-то какие-то слова или неправильно сказал не досказал что туда как-то вырезался может неправильно детей очень развито вот это все чувство они чувствуют когда к ним по хорошему либо плохому я почувствовал что это нет знаете друзья все таки не моя бабушка потому что но не знаю бабушка моя не стала бы наверное так стоять и на меня смотреть наверное даже знаете злобно немного такая вот энергетика темная на веяло а то от этого образа да я не знаю что тупо фантом мои бабульки да или какое-то существо создание какое-то из миров до которые приняла образ моей бабушки до любимый который кстати уже нет живых царство и небесное вот она мне иногда приходит во снах тогда она была живая и как бы мы с ней вот в реальной жизни общались и я понимаю да что это не она друзья я понимаю что это не моя бабулька а что-то другое но что я детская психика да я не мог как-то сразу осознать что это может быть я маленький человечек да там не знаю метр с кепкой вот а тут стоит там на проходе с выхода с кухни при том день на кухне дневной свет да все нормально не ночь как будто это мне ночью пошел попить а день прям ярко все видно даю стоит моя бабулька да но у нее знаете друзья ноль эмоций она не двигается не шевелится но какой-то взгляд знаете вот подозрительный нехороший мне он почему-то не понравился да вот во мне сразу во все заколыхалось сердечко вот так вот забил и сразу страх вот и я я помню что я начал когда ее отбегать коридор у нас длинной длинной квартире был хоть она была я однокомнатная но это пятиэтажки старые вот и у них очень добротно тогда делать длинные коридоры были правда у нас ванна туалет совместно совместный санузел был вот но коридор прилично такой длинный метра наверное два с половиной если не три я не верил вот ладно друзья вот я понимаю что я как-то оказываюсь потыкаюсь падаю на полу ну вот и меня что-то тащит на кухню вот я не ощущал на себе вот это вот что меня за ноги схватили или меня там за одежду волочат да я просто вот пальцами друзья вот так вот как знаете уже слушать хотя вот у меня ногти я в этот раз их подстриг я просто вот так уж пол я помню на пальцами ногтями да я еще маленький слабенький мальчик мне может быть 33 года наверно точно 34 года вот так не два внутри четыре года было да вот какая неведомая сила тащит меня обратно на кухню коридоре таким полумрак там на кухне светло да вот и комната у нас выходила они очень светлая была вот это вода там тоже так вот еще шторы бабушка любила такие вот всякие там тряпочные да то есть тепловато было может ночью задернула чтобы я там не они что не отвлекало чтобы в комнате такой полумрак был вот я не помню друзья каким чудом я вырвался я помню что я бежал так не этот коридор показался как будто марафон по бегу делал то есть там не знаю сколько 50 километров бега настолько я не помню друзья как я вырвался настолько мне было вот не то что даже страшно наверное настолько я состоянии аффекта был детского вот этого да что я просто забыл все на свете наверно даже уже про бабушку забыл наверно даже забыл зачем я пришел на эту злополучную кухню да ну вот и вот этот туалет злополучный сходил но бежал я так вот и что вы думаете забегая в комнату а бабушка то лежит в кровати у меня сейчас не поверите мурашки мурашки по телу вот а бабушка то у меня в кровати друзья лежит и спит и как будто и ничего не происходит то есть я и наверное там и кричал и шумел и все вот это там то пустите меня не знаю друзья что это вообще было напишите пожалуйста кому не сложно я очень давно я всю жизнь друзья еще ответ на этот вопрос что это могло быть вообще сном это не могло быть друзья но я вам я не буду клясться всеми святыми да вот но я вам говорю что это был не сон а похожая ситуация была у моей бывшей девушки по юности я со мной девочки встречался она мне очень похожую ситуацию рассказала если вам опять же будет интересно услышать ее историю пишите в комментариях я что помню вам расскажу вот бужуя бабушку трясу ее вот так баба вставай там ее чуть ли не по щекам хлопаю да бабушка посыпается внучек что ну что ты кричишь вот вы знаете тогда я вообще во мне наверно все вот так вот рухнуло все не знаю я просто провалился сквозь землю друзья я может быть даже от стыда может быть даже от того что я знаете вот не понимал вообще что вот это что происходит что вот это мне действительно приснилось хотя я стоял на ногах и бабушка моя бежала в кровати я не лежал с ней кровать а именно стоял на ногах и моя рука была на ней я ее будила я и говорил то что бабуль бабуль просыпайся что ты на кухне ну зачем ты так вот меня там я не знаю схватила и куда-то меня волокла а бабулька дым ночью ну что ты прочитаешь да тебе приснилось все это всего лишь дурной сон и вы знаете вот этот сон дурной со мной до сих пор вот это создание на которое было это вот бабка старуха я не знаю как ее назвать ведьма или фантом и что это вообще такое короче друзья где-то только вот с возрастом на потом меня вот это вот сущность стала беспокоить ближе ближе к 30 годам на когда я уже и бабушку похоронил вот мама у меня что-то живая была вот и как это я не знаю сонный паралич как это люди называют данная я видел еще это создание да эту сущность эту бабку эту ведьму я не знаю как ее назвать но это не моя бабушка была может быть она пыталась принять ее облик но у нее до конца не получилось и я это понял дети они всегда чувствуют обман да и что-то меня может мой англо-хранитель меня спас да в тот момент друзья но это никак это никак не был плохой страшный детский сон вот к тому же мне долгое время да мне в детстве ажи кошмары не снились вот не снились или хорошие сны или вообще ничего как и многим детям я думаю но может быть редко какая-то там собачка во сне покусает но никак не не вот это друзья это помню это буду на смертном одре помнить буду помнить всю жизнь то что вот это вот произошло и друзья не сон я вот даже некоторым людям говорю что когда начинаю рассказывать да по своей наивности может быть не стоит многого даже и вам может быть да рассказывать скажете какой-то головой тронутый да то что с дурки сбежала нет друзья я не с дурки сбежал это все на самом деле было моей жизни вот если вам интересно услышать продолжение моей вот этой вот истории то что как во многих фильмах там когда уходит вторая третья часть и через много-много лет на вот что со мной дальше происходило и как я встретил опять эту сущность скажем так напишите в комментариях обязательно но и ваш лайк чтобы побольше людей видели данное видео может кому-то это поможет а может быть кто-то ответит мне на какие-то мои вопросы которые у меня вот меня всю жизнь уже почти 40 лет они меня мучают может быть действительно друзья мне все это приснилось а может быть и мир